Сейчас, в последние десятилетия, ну, вообще всегда была актуальна эта тема, но, в основном, в последние десятилетия, когда столько заболеваний, которые передаются половым путём, каким образом, например, попросить у своего партнёра, который вот ещё не стал моим сексуальным партнёром, ну, например, мы уже так думаем о том, чтобы начать заниматься сексом, или, например, он же меня может тоже попросить, вот как попросить о том, чтобы были сделаны какие-то тесты. И я лет 25 тому назад провела год в Америке, в Калифорнии, и у меня там был один мужчина какое-то время, и у нас вот перед тем, как начались какие-то отношения сексуального порядка, он меня просто принёс и сделал несколько справок, принёс, хотя я даже не просила тогда, просто вообще не разговаривая на эту тему, он мне принёс и сказал, что он больной, у него нет ни спида, ни сифилиса, ни каких-то там ещё болезней. И вот скажите, пожалуйста, как сейчас быть вот с этим делом, чтобы не показаться, с одной стороны, что ты вроде так перестраховываешься, а с другой стороны, чтобы, ну, действительно, не заразиться чем-то там или смертельным, или тем, что будет с тобой в течение всей твоей жизни? Отличный вопрос. И вот к справкам относятся также использование презервативов. Это вот в одну тему. Ну, смотрите, я считаю, что забота о своём здоровье – это не то, чего стоит стыдиться. И это не та тема, чтобы бояться что-то там ранить. Ну, что ранить? Ну, то есть, опять же, женщина, которая уважает себя и заботится о своём здоровье, она ожидает от возможного партнёра, что он будет адекватным. Адекватный человек, он также заботится о своём здоровье и о здоровье партнёра. Ну, то есть, это вообще нормально. И вот, как вы правильно заметили, и в Америке, и в Европе, ну, и вообще в цивилизованном обществе, и в России сейчас тоже это, ну, от многих моих клиентов знаю, то есть, это практикуется, говорить, что планируем заняться сексом, пойдём вместе, то есть, чаще всего, не только один человек должен принести справку, это же обойтись. Да, да, я согласна. Да, да, да. Пойдём вместе, делаем тесты. И также вопрос с презервативом, потому что, на самом деле, часто, ну, вот, например, в Италии, мужчины не очень любят использовать презерватив. То есть, и очень частые ситуации, я про это писала, очень частые ситуации, когда мужчина может сказать, а я тебе доверяю. То есть, женщина спрашивает, ну, вот, презерватив, а я тебе доверяю. Ну, то есть, это уже анекдот какой-то. Или, а я ничем не болею. Или, а я всегда занимаюсь без. Ну, вот такое. На этой неделе уже десятый раз, и с разными женщинами, да? Да, да, да. И, соответственно, ну, это уже, ну, женщина принимает решение, что вот делать с таким мужчиной. То есть, первый вариант, это иметь свой презерватив в сумочке и сказать, а вот, у меня есть. Второй вариант решить, что, ну, мне такой партнёр не подходит, который, то есть, это рисковое поведение. Но есть женщины, которые на свой страх и риск ну, занимаются сексом с таким мужчиной. По разным причинам. То есть, одна причина, это может быть действительно рисковое поведение. А вось меня пронесёт. Вроде бы на вид здоровый. И многие женщины действительно, ну, то есть, многие так поступают. И эта склонность есть, пронесёт, не пронесёт. Также есть женщины, которые боятся потерять, то есть, это может быть какой-то статусный, там, богатый и так далее. Боятся потерять отношения с ним и будут заниматься этим сексом. Ну, и есть те, которые, ну, для них не так важно и первостепенно собственное здоровье халатно относятся к своему здоровью и будут заниматься. Так вот, как сказать? Я считаю, что нужно вот прям так прямо и сказать. То есть, что это вот для себя осознать, моё здоровье важно, я забочусь о своём здоровье и для себя решить ещё до, на каких условиях я готова с этим супер понравившимся мне мужчиной заняться сексом. То есть, для меня важна справка. Ну, то есть, не всем важны эти справки, кто-то и так доверяет. То есть, если это так, для меня важна справка, для меня важен презерватив, значит, прямо так об этом и говорить. И я считаю, что здесь, это нормальная взрослая позиция, и не стоит здесь стесняться и так далее. А если стесняетесь, тогда добро пожаловать на приём, проработать это. Да, спасибо, спасибо. Эмилия Васильевна, вы... Аня, а когда пришёл вот молодой человек и принёс тебе справку о своём здоровье? У меня он не спросил. У меня он не спросил справки. Ну, а ты как вот отреагировал? Вот он тебе принёс, отчитался, что он здоров. Как ты отреагировал? Тем более, что он был клиническим психологом. Можно, конечно, себе было представить, что мог просто сам у кого-то попросить такую справку и не делал ничего. Мне понравилось это. Мне понравилось. Мне это показалось очень... Ну, смотри, вот он принёс. Я почему спросила, как ты отреагировала? Потому что ты спрашиваешь, вот как быть с этими справками? И Ирина отмечает, что если девушка считает, что справки нужны, значит, нужно просить. Ну, вот если внутри у тебя есть эта установка, опять не устраивать эту дихотомию, хочу-не хочу, знаю-не знаю, да, но есть эта установка. И ситуация довольно-таки простая. Я когда пошла, получила сама справку, принесла, вручила, спокойно отдала, скажу, вот я хочу, чтобы между нами всё было открыто, вот информация полностью по моему здоровью, да? Я бы хотела, чтобы ты сделал то же самое. Вежливо, чётко. И мне немножко странно, что получается, мужчина, наверное, сделал выводы, ну, там, глядя на твоё поведение, обсуждая с тобой, он принял решение, что ты не из тех дам, у которых 153 партнёра, что вполне возможно последний партнёр был когда-то пару лет назад, вот, а тебя он решил вот таким образом обезопасить. И тут тоже реакция. Ты сказала ему спасибо. Да, конечно, конечно, конечно. То есть ты как бы отреагировала. Конечно, конечно, я отреагировала. Ну, ты наращивала глаза и не говорила, что ты мне не доверяешь, и мне тоже надо идти, или ты как? Ты сказала спасибо. А мужчина озвучил, Аня, да, как бы я считаю, что тебе нет необходимости идти за такой справкой. Правильно? То есть он дал тебе понять, что он не ждёт от тебя. Он дал понять, дал понять, что не ждёт. То есть всё чётко было сказано. Да, да, да. Поэтому вот ты задала вопрос, как это решать, да, со справкой решается. Девушка пошла, получила справку на себя, принесла, сказала, я хочу, чтобы было всё открыто, вот информация, и я бы хотела, чтобы тоже был такой же открытый со мной. Всё. Смотрим. Если у мужчины упала челюсть, если мужчина считает, что женщина слишком продвинутая, и, наверное, у неё там было 150 партнёров половых, поэтому она научилась делать эти справки, ну, какие он там выводы сделает, да, ну, значит, это не твой человек. Если у тебя такие установки, у него другие установки, выдохните, отодвиньтесь, да, хоть и есть сексуальное притяжение, спокойно найдите себе своего человека. Вот. А из серии, если девушка принесла справку, а мужчина эту справку оплевал, намекнул ей, что она чуть ли не проститутка, и что нормальные женщины так не делают, но он её так страшно любит, поэтому он не будет обращать внимание на эту её дурость, пойдём потрахаемся. И она, значит, пошла и потрахалась без справки с его стороны. Ну, дура. Дура, дура. Ну, ты определись, да, тебе налево или направо, или как, держись какой-то своей позиции. Или тебя подружка какая-то научила, а сама ты считаешь, что эти справки нафиг никому не нужны, ты сделала, как подружка тебе посоветовала, мужик тебя тоже отплевал, и потом ты сидишь и думаешь. И мужчина не тот, и подруга не та, а я вся в белом и в блёстком. Ну, научись, да, думать, как ты. То же самое вот Ирина озвучила, да, относительно презерватива. Есть ли жёсткая установка только в презервативе, да? Вот. Опять, до какого момента? Вот интересно. Да, вот Ирина, скажите, подскажите, до какого момента? Так тут смысл следующий. Ты когда с человеком встречаешься, ты для себя понимаешь, вот, напротив, какой человек, вот, насколько он там скачет, насколько у него партнёров, там, вагоны, маленькая тележка, ты же всё равно, да, ты слышишь, видишь по поведению, насколько он вообще к своему здоровью относится, да? То есть, ну, если ты видишь напротив себя какого-то серьёзного человека, ну, вот, твой же этот товарищ из Америки, он как-то сделал, выводы, что, по-видимому, не обязательно, да, тебе предоставлять эту справку. Но опять же, Аня, о какой возрастной группе мы разговариваем? Если это 20-летний, то никаких разговоров. Во-первых, ничего ты не умеешь, выводы никакие о мужчине делать. Вообще, ты ничего не понимаешь, да, и очень-очень долго, до того момента, в общем, короче, презерватив, 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 ещё лучше два сразу, вот, до момента, когда мужчина, например, сообщает женщине, что он хочет семью и детей. И тогда мужчина сам будет понимать, что если он хочет здоровых детей, то ему не надо никакую заразу в дом не притащить, да, и он как-то начнёт заботиться, он серьёзно к своему здоровью начнёт относиться. Поэтому вот этот вот разговор о презервативах, о справках, он очень индивидуальный и смысл один. Дорогие девушки, примите собственное решение. Вот посмотрите по сторонам, не хватает своих мозгов, посоветуйтесь, не знаю, со взрослыми коллегами, которым вы доверяете, если вы с мамой, с бабушкой не можете посоветоваться, оцените вообще обстановку, где и как вы живёте. Если вы живёте в маленьком городе, всё друг про друга знаете, это одно. Если вы живёте в Москве, где все перетрахались крест-накрест друг с другом, понимаешь, и вообще не делают из этого проблем, знаешь, мы вернулись в ситуацию сексом заняться, как выпить стакан воды, как там нам советовала продвинутая революционерка, да, вот. Поэтому это очень индивидуально, но индивидуальность начинается с собственных решений. Когда ты, Анна, рассказывала, что тебе принёс мужчина справку, я, честно говоря, не поняла твою позицию, потому что ты как-то рассказывала, как вроде тебе было неудобно за мужика, или за себя тебе было неудобно. В общем, я так и твоей позиции не приняла. Хорошо, я её не рассказала тогда, то есть мы только начали с ним встречаться, вот только начали, и это было в 98-99 году, и тогда, например, в Америке, просто вся Америка говорила про спид, и тогда как-то вот... Ну, короче, молодец! Мне было бы, вот когда я так думала, вот секс с американцем, как-то у меня сразу же была такая, такая боязнь, что, а вот если я заражу спидом, и мне кажется, я как-то так вот ему сказала, то есть я его не просила, чтобы он приносил, но мы несколько раз встречались просто вот так, и потом на следующее свидание он принёс мне эту справку, и тем самым он как-то меня так подтолкнул к началу. В рамках ваших отношений это было адекватно. Да, да. И он тебя не перепугал этой справкой, и дураком не показался. Абсолютно, абсолютно нет, наоборот, наоборот, так сказать, я его больше зауважала, и вполне возможно, что я тянула бы с сексом, и я думаю, что я попросила бы его, чтобы он сделал сам справку, но это было бы позднее бы, то есть тогда просто дольше бы тянули бы с сексом. Эмилия Васильевна, вот то, что я вот вижу, вы сейчас озвучили, и Ирина тоже, что женщинам, ну не только женщинам, но вообще всем необходимо обязательно правила, необходимо обязательно, чтобы вот я знала, собственные, да, 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 конечно, не то, что нам там государство навязывает, а именно собственные правила, и, например, вот что я хочу, и что я позволяю, да, и вот, например, если там на первом свидании иду ли я кому-то там в постель запрыгиваю или нет, вот я сама тогда решаю, да, и то же самое по поводу, например, по поводу и презервативов, и по поводу вот этих всяких там справок и тестов, потому что если таких вот каких-то правил нет для себя, то тогда вот действительно соседка скажет одно, там кто-то еще скажет другое, один мужчина будет немножко там понахраписти, да, и тогда сразу же затащит, а потом кто знает, что будет, потому что огромное количество людей, ну, слава богу, не у меня вот из моих знакомых, но там могут быть там у знакомых знакомых, в особенности в Америке, мы же знаем огромное количество людей больных, и я даже сейчас посмотрела статистику, в России по каким-то там, по официальным данным около миллиона человек имеют болезни, вот эти ВИЧ, и тогда, и тогда, если просто думать по поводу процентного отношения, то есть вероятность того, что вам попадется такой же мужчина.